Добрый день! Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая, Светлана Мелешко. Сегодня гость программы Иосиф Евгеньевич Дискин, член Совета Президента Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор экономических наук. Здравствуйте, Иосиф Евгеньевич. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашли время сегодня приехать к нам. Спасибо, что пригласили. И спасибо сразу хочу сказать Обществу Знания, которое организует ваш приезд в Липецк и ваш визит к нам в телекомпанию. Спасибо. Я знаю, что вы занимаетесь, у вас масса научных, профессиональных и общественных интересов. Обо всех мы не успеем поговорить, у нас всего 20 минут. Но я бы хотела сегодня с вами обсудить такую вещь, которую вы занимаетесь, наверное, уже на протяжении лет 25, а может быть и больше. Общественное мнение, изучение общественного мнения. Вы возглавляете и Всероссийский центр изучения общественного мнения, являетесь там сопредседателем. И организация эта уже давно существует. А скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, кто является вообще главным потребителем вот этих выводов о мнении? Власть? Власть. СМИ. Но внутри ВЦИОМа все-таки есть разделение труда. А да, ВЦИОМ существует довольно давно. Многие друзья моей юности создавали его. Но я взаимодействую с ВЦИОМом все-таки относительно недавно. Ну, уже 10 лет. И внутри ВЦИОМа я занимаюсь социальной теорией и проблемой социальных перемен. Я думаю, что это наиболее интересно. Да, потребителями ВЦИОМа является власть, много заказчиков, кого интересует общественное мнение, кого интересует рыночные предпочтения россиянам. Такая многосторонняя большая структура. Но то, чем я занимаюсь, это довольно скучное дело. Но, может быть, и не такое скучное. Это те большие перемены, которые произошли в российском обществе за последние лет 40. А, то есть за последние лет 40. Несмотря на то, что... Овцом существует с 1987 года. С 1987 года. Но, тем не менее, почему-то у нас есть такое, может быть, предубеждение, что вообще власть там сама по себе, общество само по себе. И оно не интересуется власть тем, как живет и что думает народ. Еще как интересуется. Более того, в период, когда у нас с выборами было не очень, власть общественное мнение и данные общественного мнения рассматривала как инструмент, который гораздо более важнее, чем выборы. И бежала за рейтингами. Как только рейтинги начинали куда-нибудь ползти вниз, в этот момент начинали какую-нибудь бурную политическую деятельность. Нет. Как раз и общественным мнением, на мой взгляд, власть интересовалась гораздо, может быть, больше, чем следовало. И это общественное мнение часто ограничивало инициативы и действия власти. Боялись, как бы рейтинги не упали. А сейчас не боятся, как вы думаете? Ну, чего боятся, когда рейтинг президента 85-87, тут уже боятся как бы чего? Нет, сейчас уже не так боятся. И потом все-таки выборы стали уже реальным механизмом. Поэтому такой вот рейтинга боязни уже нет. Но уж коли мы и начали этот разговор, я хотел бы прояснить. Я, собственно, и в Липецке буду читать лекцию о тех общественных переменах, которые произошли, и что из этого проистекает. И главная задача, которую я ставлю, когда я много езжу по региону, много рассказываю, это развеять огромное количество мифов, которые у нас мы сами себе напридумывали про наше общество. Тогда поговорим как раз. Вот если 40 лет изучать социальное настроение и изменения в обществе, это действительно срок, за который мы поменялись? Мы поменялись радикально. А перед перестроением, вот давайте вспомним, не все понимают, что произошло. Еще в 70-м году только большинством населения России стали горожане. Только в 70-м году. За это время радикально изменилось образовательный уровень. Сейчас он несколько подсел, а был период, когда он довольно быстро рос. Изменились культурные горизонты. Люди стали смотреть телевизор. В 70-м году было две программы, да, а сегодня граждане не знают, какую кнопку тыкать. За это время многие поездили по миру. И если говорить языком ученым, то в России за это время исчезло традиционное общество. Что значит традиционное общество? Сегодня авторитет начальства, авторитет родителей, авторитет производственных коллективов, я думаю, что вам это еще ни о чем не говорит, а людям моего возраста, очень важно было мнение производственного коллектива, мнение бабушек, сидящих перед подъездом на скамейке. Это все были серьезные инструменты, ученым языком говоря, которые регулировали социальное поведение. За это время традиционное общество в России практически исчезло. Ну, существуют, может быть, там где-нибудь мелкие... А, в смысле вот за эти 40 лет? За эти 40 лет. Почему я говорю, что вот за эти 45 лет уже даже исчезло традиционное общество? И что существенно, ему на смену пришли люди, которые первые, индивидуалисты. Это очень... Россия, вопреки тому, чего говорят, одно из самых индивидуалистических обществ Европы. Да. В этом смысле мы скорее похожи на Америку, чем на Европу. Ну, вот это первый раз я, правда, не слышу. Я... да, 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 да. Ну, а для чего же звать-то, чтобы не слышать повторы. А второе. Это очень рационалистическое общество. Ни в одной стране мира так не следят... Ну, вот яркий пример. Меняется курс валюты, и мгновенно большое количество людей, у кого есть сбережения. А сбережения у нас есть чуть больше, чем у половины населения. У нас не очень богатая страна, с очень богатыми людьми. С локторами. Да. А мгновенно начинают перекладывать из одних счетов на другие, покупать валюту, продавать валюту. Очень рационализированное общество, которое там... Ну, самый замечательный анекдот начала этого года. Ну, смотрите, в 98-м году люди в кризис покупали крупы, консервы, а в 2014-м покупали машины, квартиры, золото. Вот до чего Путин довел Россию. Вот. Как-то... Причем очень рационально товары длительного пользования раскупили, что если потом придется, будет дороже, а все равно покупать. Раскупили машины, раскупили квартиры. В общем, реально очень рационализированное общество и очень динамичное общество. Так это мы говорим про всю страну? У нас же есть понятие выборка. Вся страна или это... Ну, я уверяю, выборка... Есть выборка 1400, а есть выборка 40 тысяч. А, то есть это вот вся страна так. Вся страна. Да. Ну, еще раз говорю, что это вся страна. Страна, прежде всего, живущая в крупных городах. Страна, которая резко увеличилась за последние 15 лет свои доходы. Если говорить всерьез, то резко снизилась ведь за последние 15 лет бедность. Ну, это все-таки, да. И по показателям питания, показателям количества автомобилей на душу населения, товаров... Ну, мы все это... Ездить невозможно, да. А вот Россия никогда не жила так богато. Именно поэтому... Ну, факт. Вот просто ничего с этим вот не поделаешь. Есть у нас торговцы страхом, которые рассказывают о том, что страна находится на грани вообще катастрофы. Ну, вот это факт. И кроме этого... И вот это были огромные изменения. Но кроме этого, кроме этих позитивных изменений, мы должны с грустью сказать. Я об этом как раз говорил только на другом совете, еще чрезвычайном совете по межнациональным отношениям, президентском. Я говорил президенту о том, что, да, вот рациональная, индивидуалистическая страна, но при этом, к сожалению, упала регулирующая роль культуры. А культура перестала быть значимым фактором, определяющим мнение, представление и, самое главное, поведение людей. Это мы говорим о культуре как в жизни или как образовательном уровне человека? Нет, о культуре как в системе ценностей, представлений, моделей поведения. Но я не хочу... Существует 115 определений культуры, но вот я близко к тому, что использовали в стратегии культурная политика. Культура перестала быть регулятором. Упала социализирующая, ну, регулирующая роль школы. Мы так увлеклись школой компетенций, что сегодня школа перестала быть местом, где воспитывают активного и ответственного гражданина и патриота. И это серьезно. Я просто приведу довольно... Я то, что я говорил президенту, я могу позволить себе повторить. В год 70-летия Победы мы должны ясно себе понимать, что одним из творцов Победы был советский учитель. А это вот неоспоримый факт. Советская школа воспитала патриотов, которые были готовы жертвовать жизнью. И одновременно она давала образование, которое позволило победить в войне моторов. И то, что называются десятиклассники, вот лейтенантская проза, я думаю, что молодому поколению тоже ничего не говорит. Но многие видели фильм «Горячий снег», многие видели фильм «Бой идут одни старики», когда эти мальчишки приходили и побеждали. Вот еще раз повторяю, советский учитель был одним из творцов Победы. А теперь я хотел бы, чтобы телезритель сам себе ответил. А современная школа способна вырастить новое поколение победителей? Иосиф Евгеньевич, ну вот в наших школах в Липецких, по крайней мере в этом году, уже заявлено официально, что пора вспомнить о воспитательной роли школы. А я что? Вот, наверное, это не только Липецкий. А я ровно об этом говорил президенту. Ну, как в Писании напишите «Толцитесь и отверзется вам». Ищите, обращайте, толцитесь и отверзется вам. Вот это вот и, собственно, одна из причин приезда, объяснить зачем. И это все то, что превращает культура, школа, семья. Резко снизилась, кстати, роль семьи. Почему? Очень быстрые общественные перемены. И родители не очень могли помочь детям приспособиться к этим большим быстрым изменениям. Сейчас уже не так. Изменения стали медленнее. Изменения, родители, ну, во-первых, им жить стало чуть полегче. Это уже не бедные русские женщины, которые пошли в челноки, чтобы прокормить свою семью. И это надо им поклониться, потому что русские женщины, в общем, спасли страну в первой половине 90-х годов. Мы смеемся над челноками, но если бы этого не было, это была бы вообще тяжелейшая социальная драма. Не было ни до детей, ни до семьи, а сегодня, а мы видим это по результатам исследований, задача «зачем жить» становится все более важной по сравнению с тем, как жить. Значит, получается, за 15 лет, вот те, которые, может быть, будем считать от 98-го, такого резкого повышения благосостояния, у нас все равно произошел вот этот криз. С 99-го, да, с 98-го на ворот. Сейчас-то все равно столкнулась, опять же, с трудностями. Народ в основной своей массе переживает кризис. А давайте посмотрим, опять же. Поменял свое поведение? Нет, не понимаю, очень, опять, очень действует, очень рационально, очень непростая. Здесь, в Липецке, можно об этом и нужно говорить, о том, что это был редкий, ни в 98-м, ни в 2008-м году, этого не было. Кризис ударил по жизненному уровню. В 2008-м году вообще не снизился жизненный уровень, просто. Пролетели просто как... А сейчас малые и средние города. Кризис пришелся, вот просто здесь резко выросли цены на продовольствие. К сожалению, государство не использовало механизмов сдерживания амбиции и жадности торговцев, которые правдами и неправдами задирали цены. И малые и средние города России превратились просто в полюс бедствия. Это надо вот честно говорить. Но, тем не менее, в общем, то, чего легко посмотреть. В феврале этого года на целом ряде передач я говорил, ребята, к четвертому кварталу все стабилизируется. Более-менее, ну и вот факт. Гроссстат подтвердил, что падение валу внутреннего продукта закончилось. Начался маленький-маленье падение жизненного уровня реальных доходов граждан закончилось. Начался крохотный рост промышленности. Но здесь, в Липецке, приятно говорить, что огромный рост, реальный рост и сельского хозяйства, и переработки. Да, не рекордный, как в прошлом году, рост производства зерна, но чуть-чуть меньше при гораздо худших погодных условиях. Технологии сельского хозяйства растут. Кто у нас сегодня больше всех зарабатывает в стране? Металлургии и финансисты. Нет. У нас в области. А у вас в области? Не так. По средней зарплате? Нет. По средней зарплате. По темпам роста. Кто? Наконец деньги пришли на село, и довольно много зарабатывают переработчики. Да, это действительно так. Ну, вот давайте все-таки, все они жаловали, что они на грамме рентабельности, а сегодня в агропромышленном комплексе рентабельность средняя по стране 30%. Агропромышленный комплекс начинает уже тягаться с нефтянкой. В жизни такого не было, но могу просто повеселить людей. Приезжаю в Горно-Алтайск. Он совсем там. Сидим, там две бабушки сидят, бабушки моего хозяина. Мы там говорим, кризис. Говорит, милок, а нельзя кризис подольше продлить? Говорит, что такое? Ну, как же, вот наконец молоко стали покупать. А мясо уже заплатили аванс, чтобы мы когда коров резать были, чтобы только туда деньги появились. У нас лет 30 денег не было. А сейчас вот мы-то, я тут, вот внуку тут денег на машину дала. Иосиф Евгеньевич, ну у нас остается где-то две минуты, просто на таком же оптимистичном. Хотелось бы как-то, наверное, подвести итог нашей беседы. У меня вопрос-то все-таки по общественному мнению. На самом деле сегодня общественное мнение востребовано, да? И вы работаете, чтобы он был информирован. Ну, не только он, конечно, правительство. Самое главное, общественное мнение должно отражать реальное самочувствие россиян. Я, завершая наш разговор, хотел бы сказать, что важнейшим фактором сегодня является, конечно, совершенно новое самочувствие страны после Крыма. То, что я называю посткрымским консенсусом. За это время, ну, во-первых, это было самым народным решением. А во-вторых, резко возросли ценности патриотизма, социальной праведливости и государственного суверенитета. Те народные ценности, которые были всегда очень важны для нашего народа. И в значительной мере поэтому мы довольно безболезненно проходим экономические трудности. Все-таки нас пугали, что холодильник победит телевизор. Нет, патриотизм победил холодильник. Значит, все-таки впереди у нас оптимистичное развитие. Я бы не считал очень оптимистичным, предстоит серьезная борьба за курс, при котором мы будем расти быстро, но худшее уже позади. Спасибо большое, спасибо, что нашли время, спасибо обществу знания. Я напоминаю, что сегодня наш гость Иосиф Евгеньевич Дискин, член Совета президента Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор экономических наук. Всего доброго, до свидания. Спасибо.